МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 31 января, пятница, Мадин Алмолдина в студии телеканала «Атомикен Бизнес» и о главных событиях к этому часу. Не осознавал последствий. До трех лет решения свободы может грозить автору фейковой рассылки о заболевших коронавирусом. Прошу простить. Впредь я буду крайне осторожен. Не уследили. Полиция расследует факт массового заражения ВИЧ в колонии-поселении Карагандинской области. Борьба за чистоту рядов. Больше тысячи госслужащих привлекли к уголовной ответственности за коррупцию. И Всемирный банк предсказал снижение роста ВВП Казахстана. Буквально час назад завершилась встреча представителей международной организации с казахстанскими экспертами. Об этом поговорим в студии с модератором форума, известным экономистом Олжасом Худейбергеном. Ну а пока начнем. Врачу, который отправил своим друзьям фейковую рассылку о зараженных коронавирусом в Алматы, может грозить до трех лет лишения свободы. Начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона. В полиции задержан врач-гинеколог местной районной больницы, который распространял ложную информацию о коронавирусе в мессенджере WhatsApp. Подозреваемый признал факт распространением ложной информации. По выявленным фактам проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Пацаны. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа до 3000 МРП. Это более 7,5 миллионов тенге. Либо исправительными или общественными работами. Ну а может даже и лишением свободы максимально до трех лет. Ранее мы сообщали, что врача отпустили под подписку о невыезде. Мужчина пояснил, что записывал предупреждающее видео для своих друзей. На кадрах любительской съемки врач рассказывает о мерах предосторожности и заявляет, что в Алматы выявлено 70 больных коронавирусом. Эту информацию опровергли в Управлении здравоохранения города. По данным Минздрава, заболевших уханьским вирусом в Казахстане нет. Задержанный же принес извинения. Я признаю свою ошибку. О том, что я там сказал около 70 людей, я слышал мимолетом от своих товарищей, от своих друзей. Я хочу принести извинения перед своей республикой, перед своим народом. Между тем, число жертв коронавируса в Китае достигло уже 213 человек. Количество больных приблизилось к 10 тысячам. Всемирная организация здравоохранения все-таки объявила чрезвычайную ситуацию. Уровень распространения болезней в Китае расценивается как очень высокий. Кроме того, заболевания выявили у 82 человек в 18 странах мира. При этом наибольшую обеспокоенность у ВОЗ вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения. Гендиректор ВОЗ обнародовал рекомендации. Это ускорение разработки вакцин, терапии и диагностики. Обмен данными с ВОЗ и мира, ну а также борьба с распространением слухов и дезинформации. Сразу 11 заключенных колонии-поселений, расположенные в Карагандинской области, заразились ВИЧ. В полиции начали досудебное расследование. В департаменте уголовной исполнительной системы региона факт подтвердили. При этом заверили, что пятеро уже отбыли заключение и покинули колонию еще в прошлом году. В колонии провели служебное расследование, материалы которого направлены в полицию для принятия мер. В Карагандинском центре СПИД предполагают, что ВИЧ-осужденные заразились после употребления инъекционных наркотиков. Врачи считают, что произошло это не одномоментно. В центре СПИД сообщили, что все они уже получают лечение. В столице продолжается судебное разбирательство по делу двух экс-вице-министров энергетики. Перед судом сегодня предстал один из основных подозреваемых, бывший вице-министр Ганиса Дебеков. Напомним, по версии следствия, он в сговоре с руководителем подрядной организации похитил бюджетные средства, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. Речь идет о сумме в размере более трех миллиардов бюджетных тенге. Моя коллега Фариза Булатбек сейчас находится в здании суда, где проходит заседание. Фариза, какие доводы приводит Ганиса Дебеков? Не поменялась ли его позиция? Фариза? Позиция Садебекова осталась неизменной. Он, как и прежде, не согласен с представленным обвинением и не признает вину. Кстати, в марте этого года исполнится ровно два года с момента его задержания. Ранее он находился под домашним арестом. Сейчас же, пока следствие продолжается, экс-вице-министр Садебеков находится под подпиской о невыезде. Напомню, что сейчас на скамье подсудимых находится 8 человек, включая двух бывших вице-министров энергетики, которые в свое время работали под руководством Каната Бузумбаева по проекту очистки Щучинско-Боровской курортной зоны. Кстати, еще на тот момент в связи с этим громким делом в СМИ неоднократно поднимался вопрос отставки Бузумбаева с поста министра. А что касается самого проекта, то на него предусматривалось более 23 миллиардов тенге. Отмечу, что заседание суда по данному делу проходит с 18 декабря и буквально каждый день. И как нам сообщила сторона защиты, показания свидетелей значительно расходятся с фактами. Ну а в случае доказательства вины главных фигурантов, им грозит срок от 7 до 12 лет по статье «Хищение государственных средств». Мадина, заседание суда началось с 10 утра и оно, по всей видимости, продолжится до конца дня. Мы все еще ожидаем вице-министра Агани Садибекова. Он обещал дать эксклюзивное интервью нашему телеканалу сразу после окончания заседания. Все подробности мы расскажем в вечерних новостях в 21.00. Спасибо, Фариза, будем ждать. Ну а сегодня в Алматы в ходе судебных слушаний по делу экс-банкира Жумарта Ертаева рассказали, как из банка незаконно вывели 750 миллионов тенге. Это 15-й эпизод дела. Денежный заем получил сотрудник Банка РБК Данияр Едигеев. Залогом был указан земельный участок площадью в 32 сотки. Сейчас его стоимость оценивается в 63 миллиона тенге. Тогда как при оформлении кредита его цена была завышена до 1 миллиарда. Об этом в суде рассказал свидетель Саин Бесимбаев. Напомним, ранее Жумарта Ертаев полностью признал вину в деле о похищении средств Банка РБК. По данным следствия, подозреваемые причинили ущерб финансовому институту в размере 143 миллиардов тенге. На скамье подсудимых, кроме самого Жумарта Ертаева, еще 37 обвиняемых. В их числе экс-банкир Бахыт Ибрагим, предполагаемый зять Аким Алматы Бахаджана Сагентаева. Он также признал свою вину. Чуть более тысячи госслужащих привлечены к уголовной ответственности за коррупцию в прошлом году. Об этом сообщил Алик Шпикбаев. В Нурсултане прошло заседание коллегии агентства по противодействию коррупции по итогам 2019 года. На мероприятии также сообщили, 24 миллиарда тенге были использованы неэффективно. О том, что было проделано и что предстоит, расскажет моя коллега Жанна Алпызбаева. Она находится на связи со студией из Дворца независимости. Жанна, вы в эфире. Спасибо, коллеги. Своё выступление председатель агентства Алик Шпикбаев начал с двух цифр – 60 и 68. Где 60 – это процентная доля граждан, готовых внести вклад в снижение уровня коррупции в стране. 68 – это процент населения, который доверяет агентству по противодействию коррупции. Между тем, наиболее коррумпированными остаются три сферы – образование, здравоохранение и сельское хозяйство. По словам Шпикбаева, в первых двух секторах взятки даются при трудоустройстве, выявляются финансовые махинации. В сельском хозяйстве основная проблема – это мсдоимство за контрольно-разрешительные функции. Решением в агентстве введят полное освобождение руководителей ведомств от проведения госзакупок, централизацию бухгалтерий и автоматизацию всех процессов. В агентстве также напомнили, при сообщении о факте взятки гражданин сможет получить до 10% от ее суммы. В квазигоссекторе выявлено 324 коррупционных преступления, осуждено 160 должностных лиц. В уголовной ответственности привлекается 237 сотрудников правоохранительных органов, из которых 163 уже осуждены. При активной поддержке руководства Верховного суда принимаются меры по очищению судебного корпуса. Осуждено 7 судей. Кроме того, ведется расследование в отношении еще четырех служителей Фемиды. Среди выступающих и другие чиновники. Например, Осет Исикешев, помощник президента, считает, что открытость, цифровизация, общественный контроль остаются неизменным оружием против коррупционных преступлений. Особенно от вымогательств Исикешев предлагает защитить бизнес. На сегодня, по данным, озвученным на коллегии, 76% бизнеса не дает взятки. Напомнили на заседании и о входе Казахстана в Европейскую организацию Грека. Любое столкновение с коррупцией вызывает у граждан и предпринимателей чувство глубокого разочарования и несправедливости. А когда происходит это в суде или в правоохранительной системе, утрачивается доверие государству как таковому. Поэтому такие правонарушения должны рассматриваться как ЧП. И таким коррупционным преступлением должна даваться принципиальная оценка. И обеспечивается защита добросовестных предпринимателей и государственных служащих. Еще раз подчеркну, что борьба с коррупцией в госорганах должна проводиться решительно, жестко, но максимально корректно и с строгим соблюдением закона. Также в агентстве посчитали, что по итогам прошлого года неэффективно было использовано 24 миллиарда тенге бюджетных денег. Из них 1 миллиард только в декабре. Почти всю сумму, а это 22,7 миллиарда тенге, удалось вернуть в бюджет. У меня на этом все. Коллеги. Спасибо, Жанна. Мы продолжим. И смотрите далее в выпуске. Доходы иссякают. Налоговые поступления в государственный бюджет Казахстана сокращаются на 1 триллион тенге третий год подряд. Общий киберщит. На форуме в Алматы заявили о необходимости создания своей цифровой системы странам-членам ЕАЭС. Нечистый спорт. 36 случаев нарушения антидопинговых правил выявлено за прошлый год среди казахстанских спортсменов. Налоговые поступления в государственный бюджет Казахстана сокращаются третий год подряд. Согласно отчету на портале госдоходов, который изучил Атамикен Бизнес, выплаты за 2019 составили почти 10 триллионов тенге. Годом ранее показатель составлял почти 11 триллионов. В 2017 году поступления составляли более 11,5 триллионов тенге. Таким образом, выплаты сокращаются почти на 1 триллион тенге ежегодно. Больше всего налоговых выплат производится, как правило, в Алматы, Нурсултане и Атыраусской области. Ну а меньше всего в Жамбылской и Североказахстанской областях. Всемирный банк предсказывает снижение роста ВВП Казахстана до 3,7% в этом году. Однако в Миннацэкономике надеются довести этот показатель до 4%. В целом, со снижением роста ВВП в этом году столкнутся практически все экономики мира. Одна из причин – торговые конфликты, которые продолжат отражаться на уверенности бизнеса, инвестировать и совершать торговые сделки. Моя коллега Айнур Имангали побеседовала с ведущими экономистами Всемирного банка и готова поделиться их видением того, что необходимо предпринять Казахстану, чтобы все-таки вырваться в лидеры по темпам роста экономики. Айнур, слово тебе. Спасибо, Мадина. Сегодня в ходе обсуждения доклада Всемирного банка об экономике Казахстана, эксперты института поделились своим видением развития казахстанской экономики. Так, чтобы рост ВВП достиг 7 и даже 8%, нужны структурные реформы, в первую очередь в фискальной и денежно-кредитной политике государства. Секрет же успеха, полагают зарубежные эксперты, в наращивании производительности труда. Казахстан по этому показателю все еще в аутсайдерах. Правительству Казахстана мы настоятельно рекомендуем возобновить активную реализацию структурных реформ, чтобы повысить производительность экономики и труда, а также привлечь столь необходимые иностранные инвестиции в ненефтяной сектор. Меры политики государства в части поддержки социально уязвимых слоев населения вместе с решительными шагами по созданию рабочих мест помогут снизить и уровень бедности, как минимум до 8% к следующему году. Предлагают эксперты присмотреться к странам-соседям, и в частности к быстро растущей экономике Узбекистана. По мнению ведущего экономиста Всемирного банка Ивайла Изворски, сильный южный сосед – это большая перспектива и для Казахстана. В первую очередь это позволит укрепить экономические связи и интегрироваться глубже в мировую экономику. Мы видим, что Узбекистан провел широкую либерализацию своей экономики. Всемирный банк поддерживает и приветствует эти реформы. Это очень важно в контексте усиления регионального сотрудничества. Мы не говорим здесь о конкуренции, и мы говорим о сотрудничестве, интеграции, мировой экономические процессы. Поэтому Казахстану необходимо усиливать связи с Узбекистаном и своими южными соседями. В целом мы видим перспективы роста всей Центральной Азии. В целом же этот год для всей мировой экономики не предвещает резких темпов роста. Восстановление и небольшой рост экономиста ожидают только к 2022 году. На этом у меня к этому часу все. Мазина, слово вам. Спасибо, Нурану и модераторам этой встречи был экономист Олжас Худейбергенов. Он сегодня у нас в студии. Поговорим об этом прямо сейчас. Добрый день. Всемирный банк регулярно делает какие-то прогнозы, проводит анализы. Хотелось бы знать, имеется ли вообще какой-то эффект от всего этого для нас, для Казахстана? Нет, это все-таки большесторонний анализ. Для внутренних целей, естественно, государство задействует дополнительные аналитические механизмы. Это собственное, независимое. И поэтому, в принципе, та разница даже в оценке экономического роста, это, в принципе, нормальное явление. Это во всех странах такое наблюдается. Всемирный банк видит один параметр роста, национальная служба видит другой параметр. Но сегодня вот они спрогнозировали снижение роста ВВП в 2020 году. Вот ваше мнение по этому вопросу. Они 3,7% прогнозируют. Они обычно каждый квартал, каждый полгода выпускают еще обновленную прогноз, поэтому они еще могут скорректировать. Но на самом деле у меня есть свое понимание по темпам экономического роста. И оно не совпадает ни с позициями экономики, ни с позициями всемирного банка. Но я пока не хотел бы озвучить. Дело в том, что на самом деле всегда есть два параметра, которые влияют на экономический рост. Первое, это насколько этот год пройдет, естественно, в рамках этих реформ. Если ничего не изменится, то тогда, наверное, будет как заявлено. Если реформы начнутся и будет оживление, естественно, цифры могут быть повыше. И второй параметр, если это все-таки то, как оценивать статистика, статистические данные и свой вариант искажения. Единственное, я хотел бы сейчас не углубляться, но в целом официальные данные всегда содержат в себе какие-то элементы искажения. Поэтому реальный экономический рост может быть ниже. Ну вот, проводя такие анализы и прогнозы, всегда опираются на стат-данные. Вот насколько я знаю, это ваша любимая тема. Что-то поменялось у нас вот в этой сфере? Меняется лишь уровень представления, то есть удобство, то есть доступа к этим данным. Но вообще это общемировая практика, что стат-данные не всегда достоверны? Да, большинство стран так получается. Видимо, срабатывает некий конфликт интересов, но в целом в большинстве стран данные искаженные. Это касается развивающихся стран. А в развитых странах там есть обычно данные более-менее достоверные. Искажения идут на уровне обработки этих данных какими-то специализированными методами. Ну вы имейте в виду, что погрешности в принципе бывают, но они небольшие. Да, да. Ну, ряд проектов Всемирного банка были, мы знаем, что неэффективными из-за неслаженной работы с госаппаратом. Вот как вообще проходит работа с нашими чиновниками? Смотрите, чиновничный аппарат, там есть комитетные хорошие люди адекватные, есть, естественно, несколько комитетные. И, первых, наоборот, надо поддержать, а, во-вторых, надо потихоньку избавляться от них. И при этом чиновники, они сейчас оказываются под грузом трех ограничений. Первое, это невероятный прессинг со стороны надзорных органов. То есть каждый госорган, он все время живет в режиме от проверки к проверке. Второе, это, естественно, низкие зарплаты. То есть, если даже какой-то комитетный человек устраивается в министерство, он должен в итоге работать за нескольких людей, в том числе за тех, кто не является комитетным. Вы прямо сейчас как-то пожалели чиновников. Это ваше искреннее мнение. Ну, я жалею комитетных чиновников. И третье, это, естественно, тот груз лишних коллегиальных процедур, отчетности, которые отнимают время у нормальных чиновников. Ну, естественно, к тому, что наша система госуправления требует большой реформы и, естественно, обновления кадров. И в рамках этого она должна стать более гибкой, более молодой и более адекватной как с точки зрения платы труда, так и с точки зрения тех, кто там работает. Ну, вот наши корреспонденты задавали вопрос ведущему экономисту Всемирного банка Ивайла Изборски, который курирует регионы Центральной Азии. Мы спросили, в чем наша сила и наша слабость? И вот небольшой ответ вы слышали перед нашей беседой. Хотелось бы мне услышать вашу точку зрения по этому вопросу. В чем наша сила и в чем наша слабость? Наша слабость в том, что система госуправления крайне сейчас неэффективна. Она бюрократична, очень много вопросов долго рассматривается, годами. Даже если смотреть разные аналитические записки, которые из года в год повторяются, там, по сути, содержание не меняется, проблемы те же остаются. Проблемы перетекают из года в год, получается. Говорим об одном и том же. Да. Это вопрос, естественно, к тому, как механизмы эти системы госуправления сложены. Надо все это поменять и вернуть здравый смысл в их работу. Сейчас, к сожалению, бюрократия, наличие некомпетентных людей, плюс те проблемы, которые я упоминал, они все это мешают здравому смыслу сохраняться в тех идеях, которые приходят со стороны системы госуправления. И это наше сейчас самое большое и слабое место. И, к сожалению, из-за этого мы сейчас теряем темп реформ, даже в сравнении с Узбекистаном, нашим ближайшим соседом, не говоря уже о более развитых странах. А вот что касается сильного места, у нас два сильных места. Это все равно у нас экспорт, он больше, чем импорт. И если в большинстве стран стоит вопрос о том, как выжить в этой конкурентной борьбе, чтобы нарастить экспорт, то есть иметь возможность оплачивать экспорт, то Казахстану с этим как раз проблем нет. Второе сильное место – это то, что с одной стороны проблемы, с другой стороны сейчас локально это сильное место. У нас большинство показателей на низах, и поэтому это предполагает большой потенциал роста. То есть, на самом деле, Казахстан может, если правильные реформы будут проведены, минимум лет 20 непрерывного экономического роста, а такого сильного, может даже где-то двухзначные темпы будут, это можно сделать. Ну вот в опубликованном рейтинге «Индекс восприятия коррупции» Казахстан занял 113 место, это за вот прошедший 2019 год. И это лучший показатель среди стран Центральной Азии и большинства постсоветских государств. С нами в одном ряду Филиппины, Замбия, Непал, Сальвадор, Свазиленд. И я знаю, что Россия гораздо ниже находится в этом уровне. И вот проводился ли анализ, по каким причинам все-таки происходит замедление экономического роста? Явно здесь не коррупция. И вообще, что вы думаете об изменении уровня коррупции в нашей стране? Все-таки это, наверное, является плюсом тоже в сегодняшней ситуации. Рейтинг, конечно, на три уровня поднялся, чуть лучше как бы стало. Но на самом деле... Отмечают ли это вообще эксперты Семирного банка? Ну для себя, конечно, это видят изменения места в рейтинге. Но в целом-то мы все равно ниже 100 находимся. Это очень низкий уровень. Гордиться пока нечем. Да, гордиться нечем. И на самом деле у нас по коррупции еще множество вопросов. Но вот одними посадками, арестами, это вопрос как бы не решается. Здесь надо в целом изменять мотивацию системы госслужбы. При обновлении, скажем, когда новые компетентные наши люди заходят, надо сделать так, чтобы они не попали в старую вилку оплаты труда. То есть нужно, чтобы вообще в системе госслужбы зарплаты очень сильно поднялись. То есть надо даже административного госслужащим в два раз поднять, политическим в пять раз можно поднять, для того, чтобы они не думали о бытовых расходах и работали полноценно. При этом количество госслужащих сейчас составляет 98 тысяч человек. А в 2011 году было 65 тысяч. Поэтому на самом деле можно снизить обратно до 65 тысяч. И эту экономию перенаправить на рост зарплат. Ну и плюс даже сверху что-то добавить можно. Сегодня мы могли слышать, что эксперты Всемирного банка говорили, что необходимо поднимать уровень доходов. И вот я хотела бы спросить вас. Накануне в своей странице в Фейсбуке вы назвали поручение главы государства по части изъятия пенсионных средств населением провальным из-за некомпетентных решений руководства Министерства труда. И что вы выходите с рабочей группы? Прокомментируйте, пожалуйста. К сожалению, рабочую группу собрали, но там только два эксперта со стороны. И все остальные это представители госсектора. Причем даже подведомственной структурой и так далее. И поэтому эти подведомственные структуры в большинстве случаев где-то 5-6 человек обсуждало, а остальные в большей части молчали. И естественно они находятся в подчиненной позиции. Им как скажут, так и не делают. Они только по техническим универсам консультируют, подсказывают. А с точки зрения политики они больше, естественно, дают слово руководителям. И поэтому здесь рабочая группа, она на самом деле не сработала так, как нужно. И при этом причина выхода, она достаточно простая. Я сделал несколько попыток того, чтобы предлагать идеи. Я достаточно мягко говорил, где-то потом жестко говорил, так как думал, что не понимают. И я надеялся, то есть мне устны были заверения, что вот эти идеи отразятся в документах. Но, к сожалению, в документах все идет так, как изначально начиналось. Поэтому нести ответственность вместе с ними за те неправильные решения я однозначно не хочу. Это очень неправильное решение. А можно узнать ваше личное мнение о возможности использования средств из НПР? Скажем так, на самом деле можно сделать так, чтобы все люди получили. Естественно, сразу это не получится, поэтому вначале надо дать какой-то части населения, достаточно большой. И просто на момент труда вот эти 140 тысяч человек, о которых они говорят, все из них имеют жилье. Ну, смысл объявлять эту норму, если это не улучшает их позицию и тем более не улучшает позицию остальных. И надо делать 500-700 тысяч человек на первом этапе, потом на следующем этапе еще больше. То есть всех подключать. И они хотят это или не хотят. На самом деле это возможно только лишь в рамках сингапурской модели. В остальных случаях это практически единственная конструкция, которая помогает сохранить нагрузку на фонд оплаты труда. Любые другие конструкции, они будут предполагать рост нагрузки. И более того, если сейчас ничего не делать, в следующие 5 лет ставки будут по налогам расти. И если не брать во внимание различные вычеты, то, допустим, человеку если дать 100 тысяч сеньги чистыми на руки, то придется сверху заплатить 37 тысяч различных налогов и взносов. К 2025 году эта цифра будет 49 тысяч. То есть эта цифра будет только расти. Поэтому постоянно откладывать это повышение, это тоже не вариант. То есть это вообще ничего не делание. Поэтому всю систему и налоговую, и пенсионную, и жилищную надо менять здесь и сейчас. К сожалению, в Минтруде сложилась такая ситуация. У меня нет вопроса к рядовым сотрудникам. Речь идет только о самоминистре. И вот о директоре подвиновственной структуры Тамаре Дюсиной. На самом деле, то, что они говорят якобы от рабочей группы, это письмо появилось на предпоследовательном заседании. И большая часть людей даже не знала про это письмо. Идеи тезиса письма не обсуждали заранее на заседаниях. Поэтому говорить, что это от рабочей группы, это тоже неправильно. Потом, после того, как были высказаны замечания, конечно, вариант письма не сильно изменился. И никем не был подписан. Поэтому это сугубо их личное творчество. Вы буквально только что говорили, что смена чиновников не решает проблему. А что же тогда делать? Смена чиновников, имеется в виду... Не относится к данному конкретному случаю. Необходимо менять вообще правила игры. И, естественно, в рамках изменения правил игры не надо менять и людей. На самом деле, вот даже тот же Бажан Ромбетов, там, министру друга, если он поменяет подход, то есть откажется от косметического подхода, от узкого подхода, переведет к тому, что, да, действительно, надо большую реформу делать, тогда хорошо, пусть дальше работает. Ну, вопрос, ведь дело же не в личностях, дело конкретно в сложившейся ситуации. Пенсионная реформа больна, там, куча проблем есть, ее надо менять. И вопрос теперь к ним. Если они не могут поменять свое мышление и не хотят менять подход, тогда будьте добры, освободите должность. Если поменять, ну, хорошо, давайте посмотрим, как дальше. Ну, вот, неделю назад проходило расширенное заседание правительства с участием президента Касымжумар Татукаева, и он там констатировал, что финансовая система в Казахстане больна. И одно из целебных мер – это была поддержка банков, но только не за средства госбюджета, нацфонда. Каким тогда образом будет это происходить? Там, да, под вопрос поставили нацфонд, средства самолонного банка, поэтому фактически речь идет о том, что банки должны спасать сами акционеры. То есть раньше все время почему-то государство помогало, а акционеры там минимально, то есть вложения делали. Но сейчас, я думаю, действительно правильно, пора, чтобы акционеры сами спасали свои банки. То есть это, как бы, рыночный способ. И, скажем так, за последние 11 лет банкам уже помогли на сумму более 20 миллиардов долларов. Там, конечно, часть сервис была возвращена и так далее, но все равно банковский сектор сейчас является каким-то неким больше тормозом развития экономики. То есть объем кредитов к экономике снижается, а помощь почему-то все время увеличивается именно к ним. При этом, зачастую, когда речь идет о помощи банкам, речь идет о больших суммах, особенных условиях помощи и так далее. Звучит вполне разумно. Давайте перейдем к другой теме. Сегодня вот мы наблюдаем, какой резкий рывок в развитии совершают наши соседи Узбекистана. И сегодня на вашей встрече тоже об этом говорилось. И нам ставили чуть ли не в пример. И мы знаем, что вот в марте прошлого года господин Изборский консультировал их по вопросам расходования государственных средств. И в том, что сегодня происходит у наших соседей, чувствуется рука каких-то опытных экспертов. Вы со мной согласны? В принципе, да, там тоже работает группа консультантов в Узбекистане. И в целом за последние, сколько, с 90-х годов по 2016 год, они на самом деле все какие административные механизмы, способы были, они все реализовали. Все не работает. Естественно, теперь у них откат в другую сторону, в сторону либерализации. Они валютный рынок, там прочие операции, торговые, экспортные, импортные операции, все либерализовали внутри там налоговая реформа. Все это идет. В принципе, Узбекистан, он напоминает Казахстан где-то в конце 90-х, в начале 2000-х годов, с точки зрения тех процессоров, которые сейчас там идут. Вас вот сегодня не обидела вот эта вот как бы ссылка на то, что посмотрите на Узбекистан, будьте как они? Не то, что это как бы... Там с точки зрения скорости событий этот, у них сейчас действительно события более быстрее идут. У нас тоже в 2000-х годах была очень высокая скорость событий, бюрократия была минимум. И поэтому, может быть, нам действительно имеет смысл сейчас убрать вот эту бюрократию и обратно вернуть высокую скорость событий. Ну и плюс, в Узбекистане же сырьевой экспорт не так развиты. И там в этом части говорилось, надо брать пример с Узбекистана. Но на самом деле, если бы у Узбекистана была бы нефть, они бы тоже это продали. Это у них более-менее несырьевая структура не из-за того, что там большое желание развивать несырьевый экспорт. Это объективное обстоятельство. И хочешь не хочешь, оно вот так будет. У нас с 90-х годов доля добывающей промышленности в экономике выросла с 2%, где-то до 18%. Но это потому, что объем добычи нефти очень сильно вырос. Остальные секторы тоже надо развивать, но, к сожалению, пока. В частности, бюрократия, вот они эффективны. Ну, насколько вот я слышала, в сегодняшней встрече все эксперты Всемирного банка порекомендовали нам привлекать инвесторов в несырьевой сектор. В принципе, что сейчас делают в Узбекистане. Да. Вот, кстати, насчет Узбекистана завершим мысль. Там все сходятся на то, что это правильно, а там дело не сколько, а конкуренция между Казахстаном и Кыргызстаном. Здесь, наоборот, надо совместно в кооперации что-то делать и совместно привлекать те же самые инвестиции, но так правильные. И они конкурируют между друг другом за инвестиции, а вместе конкурируют за инвестиции с другими регионами. И, ну, что касается привлечения инвестиций в несырьевой сектор, это повестка каждый год, она уже стала стандартной, там, ну, действительно надо в несырьевой сектор привлекать. Но, с другой стороны, вопрос, у нас же, с одной стороны, курс нестабильный, с другой стороны, вот бюрократия, она практически убивает множество инвестиционных проектов. Пока дадут инвестиционных проектов, пока рассмотрят, год проходит, два года проходит, могут и не дать, там, в итоге. Ну, скажем, завод строится, там, в рамках инвестконтракта государство должно им, там, поставить, подвести, там, инженерные коммуникации, там, на себя взять эти расходы. Они ждут, ждут, потом раз, говорят, ну, решили сами подвести, чем терять убытки. Потом, когда они уже подвели, государство говорит, ну, мы же уже подвели, мы тогда не можем делать. Вот, и куча таких нюансов есть при реализации, поэтому пока ситуация будет сохраняться, не будет к нам внести цити. Ужасно, ну, и по итогам сегодняшней встречи с Всемирным банком, вот, коротко, тезисно, какую главную мысль вы могли бы сегодня вынести? Они говорили, что Казахстану нужны структурные реформы, ну, это, соответственно, заявление президента о необходимости глубоких реформ экономики. Теперь вопрос к системе госуправления. Вот, к 15 мая дали срок подготовить новый академический курс, насколько правительство будет способно его подготовить. И если он будет, опять же, там, косметический, то, конечно, это будет оценка работе всех министров. Я надеюсь, в принципе, в связи с теми госуправления достаточно комбинентных людей, и я надеюсь, они откажутся от того подхода, который до недавнего времени демонстрирует министров. Если министров также дальше будет демонстрирует. Ну, и как мы все помним, президент дал срок правительству исправить ситуацию, показать свою работу до весны этого года. Спасибо большое за беседу, спасибо, что пришли. Ну, а мы продолжим, и смотрите далее в выпуске. Внимание! Всего Евразийского Союза сегодня приковано к Алма-Аты. Там в эти минуты находятся лидеры стран-участниц. Программа визита высоких гостей включает в себе два мероприятия. Главное из них – заседание Межправительственного совета ЕАЭС с участием главправительств стран-участниц Союза, которое стартовало около полчаса назад. Сейчас на прямой связи со студией находится мой коллега Тимур Ермашев. Тимур, что успели обсудить гости Южной столицы? Да, привет, Мадина. Как ты правильно отметила, около полчаса назад началось заседание Межправительственного совета. Оно проходит пока что в узком составе, однако чуть позже список его участников расширится, после чего состоится, собственно, подписание итоговых документов. Ну, а чуть ранее лидеры стран ЕАЭС посетили международный форум Digital Алматы, где обсуждались вопросы внедрения цифровых технологий, их влияние на глобальную экономику. И здесь очень интересное наблюдение озвучил белорусский премьер Сергей Румас. Он отметил, что в Беларуси достаточно много разработчиков IT-продуктов, однако большая часть их разработок уходит для нужд крупных транснациональных компаний. Это около 90%. В то же время, по наблюдениям самого Румаса, большая часть казахстанских цифровых разработок, она остается работать на благо экономики Казахстана. И вот именно эта ремарка, она привлекла внимание председателя коллегии Евразийского союза, господина Тиграна Саркисяна. Он высказал сожаление по данному поводу и в целом отметил, что... Ну и просим прощения за небольшие технические неполадки. Мы постараемся связаться с Тимуром чуть позже, а пока продолжим. Европейский парламент одобрил выход Британии из состава Европейского союза, сделав процесс Брекзит на один шаг ближе к завершению. Что произойдет, когда Соединенное Королевство официально покинет ЕС, узнаем у моей коллеги Мелины Вавулиде. Она уже на связи из алматинской студии. Мелина. Да, Мадина, Великобритания окончательно вышла на финишную прямую выхода из Евросоюза. Теперь он точно состоится завтра утром. В среду Верхняя Палата Парламента Великобритании ратифицировала ранее принятое Нижней Палатой соглашение о выходе из ЕС. Соглашение поддержал 621 депутат, 49 выступили против, а 13 воздержались от решения. После голосования депутаты приступили к исполнению традиционной шотландской народной песни «Прощание». Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейн подчеркнула, что условием для достижения взаимовыгодного торгового соглашения между ЕС и Великобританией является то, что предприятия обеих сторон могут конкурировать на справедливой основе. «Мы рассматриваем соглашение о свободной торговле с нулевыми тарифами и нулевыми квотами. Это было бы уникально. Ни одно другое соглашение о свободной торговле не предлагает такой доступ к нашему единому рынку. Но предварительное условие заключается в том, что европейские и британские предприятия продолжают конкурировать на равных условиях. Мы не будем подвергать нашей компании недобросовестной конкуренции». Как отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после Брекзита британская миграционная система станет более равноправной ко всем людям, приезжающим в страну. К ним будут относиться одинаково, независимо, откуда они приехали. А это значит, что европейцы лишатся всех привилегий, которые давало им членство Британии в Евросоюзе. Напомню, сегодня граждане стран ЕС пользуются привилегией жить и работать в Соединенном Королевстве без визы, в то время как граждане остальных стран для этого должны соответствовать ряду обязательных критериев. Ну а после Брекзита в Британии может появиться новая миграционная система, схожая с той, что принято, например, в Австралии. Она будет применяться ко всем трудовым мигрантам. Согласно этой системе, соискателю рабочей визы будут присваиваться баллы за определенные профессиональные или персональные качества. По словам Бориса Джонсона, переход на новую миграционную систему планируется уже к началу 2021 года. И да, многие могут и не заметить разницы, но для политиков и переговорщиков с 1 февраля начинается работа по внедрению и разработке новых договоренностей. ЕС в Великобритании ждет переходный период, во время которого стороны должны окончательно решить вопрос двусторонней торговли и границ. Напомню, Великобритания официально покинет Евросоюз завтра в 5 утра по времени Нурсултана. Интересными деталями происходящего мы поделимся завтра в программе «Мир итоги» и расскажем, как изменился мир за неделю. А пока у меня все. Коллеги? Спасибо, Мелина, за подробный анализ. Ну а мы продолжим. Состояние главы Амазон Джеффа Безоса всего за несколько минут увеличилось более чем на 13 миллиардов долларов. Как ему это удалось? Об этом в обзоре аналитиков Bloomberg. В компании Амазон накануне отчитались о прибыли за четвертый квартал минувшего года. Как выяснилось, показатель превзошел прогнозы аналитиков с Уолл-стрит. В результате акции интернет-ритейлера подскочили на 12%, подорожав до 2000 долларов за штуку. Это положительно повлияло на состояние главы Амазон Джеффа Безоса, который и без того считается богатейшим человеком на планете. Его капитал всего за 15 минут увеличился более чем на 13 миллиардов долларов. Согласно данным Bloomberg Billioners Index, сейчас чистое состояние 56-летнего магната оценивается в 129,5 миллиарда долларов. Аналогичная история недавно произошла с основателем Тесла Илоном Маском. После публикации квартального отчета автопроизводителя, который превысил ожидания экспертов, акции компании резко выросли. А сам Маск за час разбогател почти на 2,5 миллиарда долларов. В новостях в мире расскажет Эльвира Найманбаева. Эльвира. Благодарю, Мадина. Добрый день. Ситуация с коронавирусом нового типа находится под контролем. Так считает президент США Дональд Трамп. Он сказал, что масштаб проблемы по этому поводу в стране незначительный. Накануне в Штатах зарегистрировали шестой случай заражения. Власти рекомендовали американским гражданам временно отказаться от поездок в Китай. Тем не менее, глава Белого дома выразил надежду на положительный исход событий. Мы тесно взаимодействуем с Китаем и многими другими странами. В последнее время люди часто обсуждают коронавирус. И это что-то новое. Думаем, все завершится хорошо. Я вас в этом заверяю. Все временем французские ритейлеры обеспокоены снижением количества китайских туристов из-за распространения коронавируса. В Париже, например, ряд улиц, где расположенные магазины беспошлиной торговли практически опустили. Подобные лавки предназначены для клиентов из стран Азии. Как правило, наплыв путешественников из Поднебесной приходится на Новый год по лунному календарю. Однако в этом году из-за вспышки атипичной пневмонии многие китайцы решили остаться на родине. Больше всего продукции у нас покупают клиенты из Поднебесной. Это обеспеченные люди. Однако сейчас их количество резко упало. Если ситуация не изменится, то я потеряю работу. Между тем, несмотря на ряд положительных сдвигов на востоке Украины, жители районов, пострадавших от конфликта, по-прежнему нуждаются в защите. На поддержку 2 миллионов украинцев в этом году в ООН запросили 158 миллионов долларов. Напомню, организация и ее партнеры работают на востоке Украины с 2014 года. А за этот период они провели гуманитарные операции на более чем полумиллиарда долларов. Правительство Португалии планирует ввести ограничения в программе «Золотые визы». Виды на жительство, предоставляемого в обмен на инвестиции. Ограничения могут затронуть такие крупные города, как Лиссабон и Порту. Инициатива направлена на то, чтобы избежать спекуляций на рынке недвижимости. К слову, в основном дома там скупают граждане Китая. А напомним, сама программа «Золотые визы» существует с 2012 года. Размер вложений иностранцев в обмен на вид на жительство должен составлять от 550 тысяч долларов. За последние 8 лет местные власти таким образом привлекли 4,5 миллиарда евро. Американские пограничники обнаружили подземный туннель, который соединяет территорию Мексики и США. Этот переход считается самым протяженным на границе двух стран. Его длина почти 1315 метров. Для чего использовали подземный коридор, точно неизвестно. Однако предполагается, что он служит местом передвижения для наркоторговцев. И у меня на этом все. Мадина, возвращаю тебе слово. Но у меня только один вопрос. Неужели это можно все сделать незаметно на границе? Ну, я могу только предположить, может, тут не обошлось без коррупции. Ну, давай спросим мнение Жалгаса Асганбаева. Он только что к нам присоединился. Приветствую, Жалгас. Приветствую вас, коллеги. А я думаю, что лучше нам туда и не лезть. Ну, на всякий случай. Ну, зато теперь знаю, о чем займусь на выходных. Пересмотрю фильм про Пабло Эскобара. Кстати, по фильму его подругой была телеведущая. Но она плохо кончила. Хороший фильм, но вы можете продолжить обсуждение. Я пока перейду к своим новостям. Но мы не против? Не против. Инбиза задался вопросом, за чей счет в этот раз произойдет оздоровление банков. На расширенном заседании правительства президент Касымжимар Тукаев констатировал, финансовая система больна. Одна из целебных мер – поддержка банков. Но в этот раз она должна быть на рыночных условиях, без использования бюджетных средств. А возможно ли такое? На этот вопрос ответили аналитики, опрошенные InBusiness. Жалхаз, как раз с этой теми мы намерены посвятить одну из ближайших программ. Действительно, как будет выглядеть предложенный механизм поддержки банка? Мадина, приведу мнение Серика Козыбаева, который специализируется на инвестиционном анализе. Так вот, что он отмечает, что в 2018 году банковский сектор уже был оздоровлен. И согласно отчету официальных представителей, оздоровление прошло результативно. Уровень неработающих займов был снижен, а доходность банковского сектора увеличена. Козыбаев напоминает, что в последний раз банки оказались не в лучшем положении из-за банального воровства денег акционерами и топ-менеджерами. И задается вопросом, нужно ли поддерживать банковский сектор вновь. А в качестве альтернативы предлагает ужесточить контроль и наказание за выдачу заведомо невозвратных займов. Государство уже сделало все, что должно было, и даже гораздо больше нужного. На помощь банкам, по разным оценкам, ушло до 10-12 миллиардов долларов, что составляет примерно треть годового республиканского бюджета, говорит генеральный директор Дома Капитал Менеджмента Мурат Кастаев. Весь срез мнений аналитиков, публикации, поэтому обязательно почитайте. Ну а другой материал посвящен финансовым пирамидам. Мне сразу вспомнился Мавроди, чья МММ, можно сказать, произвела революцию в плане обмана населения. Постоянно автор «Инбизнес» Александр Терентьев отмечает, что финансовые пирамиды, к сожалению, активны и сегодня. Дает экспертные рекомендации по определению таких компаний. К вложению своих денег надо подходить очень вдумчиво. В Казахстане предусмотрена уголовная ответственность за создание или руководство деятельностью финансовой пирамиды, а также административная – за рекламирование ее деятельности. Но люди в азарте теряют всякой бдительности и попадают в ловушку. Прежде чем расстаться с кромно заработанными, изучите репутацию компании и достоверность представляемой ею информации. Все финансовые организации, имеющие право привлекать депозиты, должны иметь лицензию финансового регулятора в лице агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. В случае, если у вас появились подозрения, что вы связались с финансовой пирамидой, можно также обратиться в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. А если деньги уже вложены, необходимо незамедлительно подать заявление правоохранительные органы. Ну, у меня на этом все. Мадина? Ну, для меня до сих пор удивительно. После МММ, мне кажется, не должно остаться ни одного человека, который доверяет финансовым пирамидам. Спасибо, Жалгас. Ну, а мы продолжим. Тесла и Эппл сливаются воедино. О чем конкретно идет речь, узнаем прямо сейчас в подборке IT News от Ярнара Тайжана. Не переключайтесь. Всем привет! С вами самая познавательная передача о мире информационных технологий. И обозреватель IT-пространства Ярнар Тайжан готов рассказать вам о самых последних тенденциях в сфере гаджетов, роботов и компьютеров. Поехали! Радостная новость для поклонников Тесла и Эйпл. Две компании сливаются воедино. Нет, это не то, что вы подумали. Результатом Сибиоза является лимитированная коллекция линейки смартфонов от Эйпл в стиле пикапа Тесла. Компания Кевиер, занимающаяся продажей коллекционных модификаций устройств популярных марок с применением дорогостоящих материалов, анонсировала модификацию iPhone 11 Pro и Pro Max, стилизованные под электропикап Cybertrek Илона Маска. Обладая характерными угловатыми линиями, корпус устройства повторяет дизайн футуристического кибертрека. Экран защищен титановой крышкой, которая при открытии может выступать в роли подставки. В девайсе прослеживается геометричность линии, простота форм и универсальность материала. Всего будет выпущено 99 таких экземпляров, цена пока неизвестна, но, полагаю, будет значительно превышать обычную стоимость стандартного iPhone. Как бы это странно ни звучало, но для кого-то вспышка эпидемии коронавируса играет на руку, а именно с создателем Plugin. Дело в том, что эпидемия китайского коронавируса вызвала бурный интерес к игре-катастрофе. За последние 30 дней среднесуточное количество игроков в Plugin в Steam выросло на 148% и составило 1672 человека, при том, что обычно их меньше тысячи. Пиковое количество участников поставило абсолютный рекорд в 17889 человек. Попутно геймеры несколько раз уронили сайты игры, не рассчитанные на такую нагрузку. Это не стало сюрпризами для разработчиков. Они сообщили, что уже привыкли наблюдать такую картину каждый год-два, когда в мире происходит вспышка очередной серьезной болезни. С другой стороны, Plugin действительно раскрывает малоизвестные неспециалистам вещи о том, как происходит передача патогенов, от чего зависит их заразность, тяжесть протекания заболеваний и как этому противостоять. К счастью, катастрофические ситуации, которые моделируются в игре, крайне маловероятны для повторения в реальном мире. И в завершение вернемся к яблочной кампании. Apple сообщила о рекордной выручке за квартал. За первую четверть 2019 финансового года, который закончился 28 декабря, выручка составила почти 92 миллиарда долларов, что на 9% выше показателя прошлого года. Чистая прибыль компании составила 22,2 миллиарда долларов. Успех компании вызван высоким спросом на последние смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также носимые устройства и сервисы, заявил генеральный директор Apple Тим Кук. Отмечается, что большая часть выручки приходится на международные продажи. Ранее сообщалось, что Apple может представить бюджетный iPhone. Ну что ж, поживем, увидим. Друзья, делитесь своими комментариями на нашем официальном канале YouTube. А у меня на этом пока все. С вами был Иернар Тайжан. До встречи. 36 случаев нарушения антидопинговых правил выявлено за прошлый год среди казахстанских спортсменов. Об этом рассказал вице-министр Ельдос Рамазанов на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта Казахстана. По ним вынесено 29 дисциплинарных решений. По остальным семи случаям все еще ведутся расследования, заверил Рамазанов. В целом он отметил, что в Казахстане спортом активно занимаются 36% населения. Безусловно, состояние развития спорта зависит от наличия необходимой спортивной инфраструктуры. По поручению Ельбасы начато строить состав физкультурно-оздоровительных комплексов в остронуждающих населенных пунктов страны. Министерством совместно с местными исполнительными органами проведен анализ потребностей и утвержден перечень проектов по строительству 100 фоков. В завершении выпуска сегодня последний день января. Начало года выдалось на редкость насыщенным на всякого рода события. Здесь и бураны в столице, и пожары в Австралии, эскалация конфликта между США и Ираном, о которой уже все успели позабыть на фоне эпидемии коронавируса. Порция рэпа от Тимура Ермашева, новости в рифме. Увидимся на телеканале Atomicent Business и не забываем, что мы есть в соцсетях и на портале InBusiness. Хороших выходных! Репортаж, новости недели о том, что важно знать. Расскажем, как умеем, а ведь мы это умеем. Новости наше стезя, а рифмы расскажем о том, о чем прозой нельзя. Всем салам алейкум! Это снова Ермашев. Настало время для еще одного репортажа. Начало года везде выдалось горячим. И однозначно его нельзя назвать удачным. Похоже, зря все так смеются над Гретой. Девочка явно права, что-то не то с планетой. Летом от дыма в Сибири негде было скрыться. Зимой даже напасть настигла австралийца. Явно не рай сейчас на этом континенте. С лица пожарами там ливень столетия. Игра, способный убить даже человека. Такого не случалось в середине века. Погодка так себе была и в теплых Эмиратах. В Дубае в фору в городе устраивать регаты. В Индии снегопады. Бывает и такое. Жители Филиппин забыли о покое. Там вот-вот начнется извержение вулкана. Это должно было случиться поздно или рано. Не обошла беда и старушку Европу. Испанцы тоже страдают от уличных потопов. Только вместо воды там тонны морской пены. Побережье Испании во власти белого плена. Глория движется теперь к берегам Франции. И для самих французов это не сенсация. Все знают, что мы часть общей экосистемы. Так что все это, увы, общие проблемы. И когда кто-то плачет, не стоит улыбаться. С гневом природы столкнулись даже казахстанцы. Катаклифы.